компания dodge это та самая компания которая уже все всем доказала за свое время существования она оказала огромное влияние на всех и вся с помощью таких моделей как challenger charger караван и энтерпит это те самые ублюдки которые стоят и гниют в твоем дворе сегодня мы поговорим про другую модель которая не очень популярна в нашей стране которая очень харизматичная и которая много жрет надеюсь ты про меня конечно а еще классический пикап dodge ram надеюсь это 3x слишком избитая дорожка ютуба иди пока проиграйся лёш такой он же сейчас горит прям как я но это было а пока что друзья у вас на экране классический представитель старых американских жрущих пикапов dodge ram ramble как известно сша занимает первое место по протяженности автомобильных дорог почти 7 миллионов километров я думал они только на поездах столько нет тюрьмы тюрьмы поэтому вы понимаете что им приходится много есть и они это любят они любят есть они любят ездить на пикапах они любят работать на пикапах и что они еще любят показывать демократию поэтому пикапы для них это все неважно какой марки неважно какого года неважно сколько пробега неважно сколько лошадиных сил это просто маст хэв и для этих машин они вынуждены и они любят выпускать какие-то эксклюзивные так сказать варианты у меня почему-то дверь свистит собственно как наш рамбл би огромное количество вариантов представьте что пикапы так как 911 какой-нибудь супер редкой версии или 45 рестайлинг 35 gtr ну или какой-нибудь новый альбом лил пипа боже какой же он все-таки продуктивный на этом моменте надо разобраться что такое название рам и почему внезапно машины который имеет символику барана появилась пчела на борту все этот слайд нас гоночной истории америки когда были помешаны на драгстерах и немножечко на наркотиках но а гонки были основаны на том чтобы они ставили огромные моторы в не очень управляемые автомобили и рэм чарджер была такая команда после него был огромный мотор вот с такими коллекторами в виде рогов барана и двумя карбюраторами как же это все ебанно было настраивать наверное да но у них это получалось потому что те самые детки в гаражах были еще молодыми и амбициозными какой же мне придумать коллектор чтобы было больше воздуха и машина стала быстрее спасибо мистер баран я не баран просто моя жена шлюха но как появились собственно пикапы рэм нужно сказать что раньше пикапы именовались как пикапы д-серий то есть был д-100 д-200 да пух но история рэма начинается с джипа рэм чарджер который был введен на рынок в семидесятых для конкуренции с фордом бронка и шевроле blazer эти машины были на одной платформе и все равно упор был только на джипы там были люксовые опции как блокировки прикуриватели часы или ковш для уборки снега все это позволяло конкурировать но не сильно потому что массовую популярность все-таки забрал форд бронка ну по крайней мере мне так кажется и уже восемь с первом году когда второе поколение рэм чарджера потянул за собой создание пикапа название решено было сократить до того самого дочь рэм и еще они решили сделать огромное количество очаровательной рекламы в виде падающих машин что это был тот самый пикап который дал отправную точку для всего то что имеем сейчас а сейчас вообще рэм это отдельная марка спросите как появилась пчела это все тоже уходит корнями гонкам и наркотикам потому что что был супер би и был roadrunner который давал все время пиздец и как бы его собственно пчела а это получилось то что название платформы было би-бади вот такая вот незамысловатая история теперь вы знаете историю и можете спокойно на ю тубе начать какой-нибудь ток-шоу с четырьмя льми за столом в обзоре на один автомобиль может быть разгоны кажется у нас рекламная пауза ребята весна почти прошла а значит подходит время замены масла вашего автомобиля и знаете масло rainwell поможет вам облегчить муки выбора масло rainwell создавалось в германии для сервисных центров автопарков и техцентров и продавался основным оптом но с приходом в россию было решено отдать формулу и рецептуру частным автовладельцам на всяких масляных форумах его тестировать проверяли сверяли нюхали проверяли этикетки отсылали в космос и что сказали нормальная отечественная локализация прошла успешно и получился европейский продукт по цене отечественных масел масла имеют допуск и соответствие для всех общеизвестных автомобильных марок а правильно сочетание присадок позволяет маслу rainwell оптим снижать нагрузку на вигзит уменьшать выработку моторе и снижать расход топлива ссылки по классике для вас оставляю в описании катаю тебя в асфальт хотя тут рама переваренная возможно мы проиграем эту битву да да достойно конкретно наш автомобиль является третьим поколением 2004 года полноприводной версии почему я застряю внимание вот на вот этой штучке потому что иногда я не могу и не быть этой раздатки были заднеприводные версии у второго поколения были тоже полные заднеприводные версии и там была небольшая антиреклама фильме смерч твое придурков катались пытались запустить алюминиевые банки чтобы доказать как работает смерч я такой доверил я смотрел это фильм да и он там застрял он не мог уехать с дерева когда юрский период там был мл которая пытается динозавра вынуть вот так вот кнопку нажал бам подключился и вытащил какой русский фильм может рекламировать него любой морфий там приехал врач я приехал скажите пожалуйста в каком фильме российском него показано с хорошей страны а в каком с плохой классный трактов я знаю в каком плохом где джеки чан и столкнулся не в российском фильме я сказал китай это почти россия и вот мы получаем самую эгоистичную будку в своем роде с мотором 5 7 литров в 8 без всякие электро гибридной гемосятины все по-настоящему все по-старому все как мы любим обычный автомат начинаем разгон друзья звука много эффекта мало тормоза подвеска собрались потому что эта машина выглядит лучше чем она едет потому что это да эксклюзивная версия но кроме обвесов цвета и финтифлюшек мотор совершенно обычный конечно после жизни в россии он имеет доработки например power ух еб твою мать судя по записям где-то 400 сил уже где-то говорят 450 потом удалили всю экологию заняли подвеску поиграли с передаточными числами и получили то что получили игрок на коробку прошили раму подварили короткие пары по 4 6 в итоге 450 что-то лошадиных сил как-то чудом сняли разгон с 10 секунд до 6 с копейками срезали нормально проверять мы это не будем потому что коробка только что из ремонта опасно для моего кошелька но по сути своей это 20-летняя машина когда в ты представляешь вот это но нет теперь 20-летняя машина выглядит вот так и насиловать ее немного не хочется кстати она в продаже покупать не знаете как продать автомобиль дайте абсурд драйву все машины которые снимали либо продавали либо или если у вас есть какая круто интересная машина напишите пожалуйста в аккаунт рейс диддлер зачем продать и короче разгон действительно мало удивит потому что ну но не надо надо на шкода 5 дадут чип накатываешь уже все то же самое тут еще поменяли опять деда снимал любишь ты дедов снимать у меня вайп с ними одинаковый господи как жестко кстати когда ее забрал нынешних она была выше не были раздутые колеса но он ее занизил из-за этого подвеска стала естественно жестче да машина чуть-чуть лучше откликается на руль тут нет поразительно отвратительного пружинчатого дивана люфта в руле как на нашей volvo но обратная сторона этого занижения это жесткой собственно а вот как мы ехали немножко по пересеченной местности ну хотелось бы быстрее тебе как вообще в целом что понять не могу но мне не нравится мне не нравится такие огромные пикаперы я чуть не разбился когда вы там уезжали надо ты говорил что она очень легко идет боком но поскольку тут не дрифт история лучше этого как говорится не не усложнять ну глупо ожидать от того что это грузовик что он будет ехать как mazda mx5 все-таки разброс по весу был у них от двух тонны 700 до трех там трех-двухсот с копейками я не знаю как я переместился прямиком из салона сюда в богатчике но скорее всего этому поспособствует публика поспособствует шутки про мой вес но знаю алексей игрович когда-нибудь я накачаюсь и стану как район косы и я возьму молоток и проломлю твой череп я на мексиканской границе таки этот мотор имел 350 лошадиных сил и 375 момента всего сука это маловато даже в моей subaru было 320 но это было и было а что еще был были разные версии этой машины значит рамбл би это первая самая эксклюзивная версия в желтом и черном цвете потом была дайтона которая опять нас отсылает кричу до пэти что там был просто спойлер все чувак где моя тачка чувак где моя тачка где тачка чувак далее была версия night runner которая была версия с обычным мотором и с срт и вот эта машина была выпущена в количестве 400 штук для тех у кого синдром райана гостлинга еще была версия хэми gtx это была версия не завода это была машина от дилеров то есть они брали собственно рам отправлен на доработки за 8000 баксов вы получали что все то же самое просто другое с фиолетовым цветом по сути четырка супер авто кстати я нашел видос где срт 10 и 3x едут драгом но друг за другом потому что парно там разлили бензин и они не смогли ехать но нужно сказать что старый рам не так-то многое проиграл а еще была версия с рт 10 который ебал всех и вся 10 цилиндров 8.3 объем двигателя эта машина могла оторвать вам дверь и у этих автомобилей был задний привод так что он мог как спасти вашу жизнь так и забрать люди на этих автомобилях разбивались об седа нам отходились на стол алло ну что лошара привет ты так и не нашел свои сорта 10 и решил полететь в мексику на грозовом самолете чтобы перейти границу отслать его запчастями 12 лет и послушай не 12 лет а 10 и на самом деле это быстро может у меня появится сын эмилио но как я ты не делай и другим передай чтобы просто скачивали дрон выставляли все нужные параметры желаемого авто нажимая на подписку и просто ждали когда дрон сообщит о появлении варианта чтобы вы смогли забрать его получше цене на дроне еще и подробный отчет по ней можно посмотреть это все точно удобно чем падать самолета и сидеть потом в тюрьме поговорим про салону если кратко это ну а чё это старая 2004 года атмосфера все крутится даже магнитола ты должен прожать клавиш прикольно что сохранена полная аутентичность кассеты кто такой помнит никто только я дедуля дедуля из варкрафта друзья вот этот желтый цвет это все завод это все было по заводу потому что потому что надо было удивить человека в салоне на получи желтый пластик это жёстко-то как я знаю что единство просто вот начал говорить про салон вот с моей у тебя с твоей стороны до конца наклеена наклейка у меня вот она немножко отклеивается я покажу вот зрительно я не буду дергать пальцем здесь есть зазор вот представляешь ты везешь ребенка в школу он к сидит играется играется потом вот его вытаскиваешь из машины смотришь а там у тебя по его наклейка на пенале и ты убьешься на салон восстановленный то есть его восстанавливали как и раму как и кузов потому что что американцы любят гнить вот скажи мне американец рамы у старых американцев действительно напоминают корабль капитана джека воробья многие уже заметили кадры что тут есть цифры на подголовник здесь и на сиденьях с торца что это значит это порядковый номер автомобиля и тут есть одна занимательная история что когда выпускали эту машину завод сказал мы сделаем 3 700 автомобили версии рамбл бит то есть будут желтый и черный но произошла ситуация проекта бумажки ты их себя вообще в задницу можешь засудить слушать и людям так заходила эта машина по своему дизайну что ее покупали соответственно продажи росли и в один момент люди получают машину с порядку номер 3 701 3 702 4 500 что-то что за дела ребята из доджа а им говорят айди нахуй да так и сказали кстати и в итоге этих машин было продано почти 10 тысяч по одной информации там 9 копейками по другой 10 200 на экране собственно цифры алё дождь я не понял я покупал лимитированную версию 3 500 а уже 3 500 1 3 500 2 это чё за темку вы такую провернули в смысле привести 12 друзей и ты получишь проценте как от этого о нифигасе а что еще обезьяна банан и даст проход в ноги оформит вот это да вот тут я работаю всегда любил американские автомобили что мы снимали корвет старый очень старый с рт-8 доджи почему-то вот эта машина из-за того что она выглядит действительно ярко а едет не так как ожидаешь как будто оставляет некий садок печали даже с корветом белом никакого не было то есть ты садил себя в него там какие-то саморезы и такой да и ладно безусловно если вы будете брать под себя чисто там на ездить таскать бревна какие-то автомобили немножко заниматься подпольной деятельностью производства алкоголя например самый пьяный опыт в мире не так я себе все представлял когда мы начинали мне грязились деньги машины женщины уважение свобода это вам подойдет заметно будете но подойдет а вот так чтобы взять в субботу прохватить боюсь что нет я не говорю что машина соберите опять сейчас выводы себе свои наделаете потом ищи вас ищи по айпи и чтобы вам жопу надрать нет машина определенно достойного внимания как всегда абсурд драйв снимает то что нравится то что не популярно среди кликабельности но очень имеет вес в мире автомобильной индустрии и поэтому этому автомобилю мы ставим 4 просто 4 без минусов без плюсов хорошая четверочка уверенно и и прощаемся с вами и говорим что шоу продолжается подписан на канал на абсурд драйв абсурд рейтинг на наш телеграмчик обязательно и и что мы продолжим искать для вас новые автомобили которые яркие интересные необычные не всегда стабальные но очень харизматичные и запоминающиеся и очень тяжелые жми на газ 100 реально 100 а тут мили его да нет в нижней шкала есть если мы сто миль ехали это был 160 но давай стами а